В 1957 году я закончил Днепропетровский металлургический институт. И по направлению меня послали на металлургический завод в Константиновке. Проработав там три года, я поехал в Крымой Рог на строительство горнообогатительного комбината «ЕГОК-2». Почувствовал я зихорадку эту, предпусковую. В 1969 году бывший главный механик горнообогатительной фабрики здесь Днепровского ГОКа, Лозовец, поехал по ГОКам Крымбас и искать кандидатуру главного механика горнообогатительной фабрики на Комсомольске. Когда он предложил мне, я с удовольствием принял это предложение, мечтал жить на Днепре. Да, а в это время я увлекался изобразительным искусством. И в свободные минуты я делал зарисовки на промплощадке, на строящейся промплощадке. Работа без выходных, в час ночи оперативное совещание. Лихорадка была знакома мне, потому что обещали в январе запустить ГОК. Даже я в своей картине хотел показать, как отдыхали монтажники после работы. Это на картине «Танец на промплощадке», когда соорудили сцену на промплощадке. К приехавшим артистам бросились в пляж. Это было непередаваемое чувство. Люди с восторгом не только строили ГОК, но и отдыхали. В график вложились, и в январе пошла первая руда. Но все мы были на фабрике, все мы ждали первую вертушку, которую отправили на обогатительную фабрику. Работать в первое время было нелегко, потому что с рудника головную доробилку крупного доробления с рудой часто шли в зубни экскаватора. Останавливалась вся фабрика, надо было вырезать этот зуб. Это очень опасная работа была. Бригадир Сильченко, который залазил под драбилку и кислородом выжигал этот зуб. Приходилось его за ноги держать, страховать, потому что над ним зависелся целый дом карруды. Безусловно, в проекте было много погрешностей, и они выявлялись во время работы. И поэтому приходилось исправлять эти погрешности. Я подал более 100 раз предложений, 4 изобретения, с общим экономическим эффектом более 2 миллионов рублей. Значит, живопись в моей жизни – это была вторая профессия, и не менее важная, нежели инженерная. Вот это я выставку делал так, к 30-летию Полтавского ГОКа, к 40-летию Полтавского ГОКа. Сейчас я готовлю выставку к 50-летию Полтавского ГОКа. И надеюсь, может быть, доживу, что буду делать выставку к 60-летию. Субтитры создавал DimaTorzok